Чтение слов всемогущего Бога Разоблачение антихристов Пункт 1. Они пытаются завоевать сердца людей Определение лидеров и работников и причины, по которым они назначаются Теперь давайте обсудим вторую категорию – тех, кто исполняет долг лидеров и работников Они немногочисленны, однако играют важную роль с точки зрения природы своей работы Долг лидеров и работников затрагивает множество истин, даже больше, чем распространение Евангелия Почему я так говорю? Спектр этого долга очень широк Один из его аспектов – работа по распространению Евангелия вне Церкви А другой – полив и обеспечение Божьих избранных в Церкви, управление церковной жизнью, а также решение церковных вопросов и всевозможных проблем То есть лидеры и работники должны понимать больше истин, к ним предъявляются более строгие требования в том, что касается определенных принципов практики, и их отношения с Богом должны быть более тесными Обязанности лидера или работника затрагивают практику различных аспектов истины и вхождения в них, пути, которыми идут люди, а также многое другое По сравнению с исполнением долга по распространению Евангелия, обязанности лидера или работника более тесно связаны с жизнью-вхождением Кроме того, они требуют изменений в характере Это значит, что различные истины, касающиеся того, как правильно выполнять работу лидера, более многочисленны и широкомасштабны Но сколько бы их ни было, они все равно делятся на несколько основных тем Поэтому давайте пройдемся по ним пункт за пунктом, и вы постепенно придете к их пониманию Для начала давайте поговорим об определении лидеров и работников Почему необходимо дать им определение? Определение равнозначно позиционированию чего-либо То есть оно сообщает людям о природе и объеме обязанностей, связанных с данным долгом А также о соответствующих титулах, иными словами, о том, как к ним обращаться Точное определение данного долга даст людям четкое понимание того, какое место эта категория людей занимает в сознании Бога, Чего он требует от них, и какие требования предъявляет к исполнению ими этого долга, какой путь они должны выбрать, и какие принципы должны практиковать Независимо от того, молоды они или стары, занимают высокое и благородное положение Или простое и низкое, и независимо от их происхождения Бог в любом случае предъявляет к таким людям свои требования Иначе говоря, есть истины, которые люди, исполняющие такой долг, должны понимать Есть истины-принципы, которые они должны постичь и применить на практике И есть определенный путь, которому они должны следовать Какое же определение обычно дают тем из числа Божьих последователей Кто избран осуществлять лидерство и работу Каково их точное определение Какое определение дают им люди И какое именно место они занимают в сердцах других Не связано ли это с определением идентичности и статуса таких людей Как другие позиционируют эту группу людей в своих сердцах Как апостолов? Нет Как учеников? Нет, не как учеников Есть ли кто-нибудь, кто называет их пастырями? Уместно ли название пастыри? Нет, неуместно Почему? Способны ли люди выполнять роль пастырей? Нет Поскольку они не являются ни апостолами, ни учениками И слово пастыри тоже не подходит Как же лучше всего назвать людей, исполняющих этот долг? Какой термин более уместен? Блюстители Подойдет ли нам слово «блюстители»? Я не вижу никакой разницы между ним и титулом пастыри Название громкое, но работа, которую выполняют эти люди, довольно незначительна Ни одно из этих наименований не подходит Итак, исходя из природы того долга, который исполняют эти люди Какое название и определение лучше подойдет? Каковы принципы определения таких людей? Определение должно соответствовать природе их работы, а также их идентичности и статусу И оно должно быть правильным, не слишком грандиозным Если мы назовем этих людей апостолами, не будет ли это слишком грандиозно? А как насчет блюстителей? Способен ли ты блюсти людей? Если нет, то ты не блюститель Что насчет пастырей? Что означает слово «пастыри»? Оно означает людей, которые пасут стадо овец и берегут его Исходя попросту из природы их работы, такое название действительно подходит этой группе Однако, если принять во внимание то, что люди ныне способны взять на себя Чего они способны добиться И их развращенный характер То уместен ли термин «пастырь»? Он как-то слишком помпезен Они к этому не способны И этот титул не соответствует характеру и охвату той работы, которую совершают ныне люди Очевидно, что он им не подходит Какое же тогда определение больше всего подходит для этой категории людей? Лидеры и работники Это выражение относительно уместно В чем причина возникновения среди людей категории лидеров и работников? Как они возникли? В широком масштабе они нужны для Божьей работы В меньшем масштабе они нужны для работы Церкви Нужны Божьим избранным Каковы бы ни были их идентичность и статус Какую бы роль они ни играли Они равны обычным Божьим избранным Перед Богом их идентичность и статус одинаковы Хотя в Церкви и существует термин «лидеры и работники» И хотя эти люди и являются лидерами и работниками Исполняющими иной долг, нежели их братья и сестры Перед Богом они по-прежнему именуются сотворенными существами Эта идентичность неизменна Разница между лидерами и работниками И обычными Божьими избранными Заключается лишь в особенностях долга Которые исполняют первые Эта особенность проявляется прежде всего В их лидерских ролях Например, сколько бы в Церкви ни было людей Возглавляет ее всегда лидер Какова же роль этого лидера среди членов Церкви? Он направляет всех избранных Божьих в Церкви Какое же влияние он оказывает на Церковь в целом? Если лидер изберет неверный путь То все люди в Церкви пойдут за ним по ложному пути Что самым серьезным образом отразится на избранных Божьих в Церкви Возьмем, к примеру, Павла Он возглавлял многие из основанных им Церквей И вел избранный Богом народ Когда Павел сбился с пути То вместе с ним сбились с пути и те Церкви И избранные Божьи, которыми он руководил Таким образом, когда лидеры идут своим кривым путем Это сказывается не только на них самих А также и на Церквях и избранных Божьих, которыми они руководят Если лидер, подходящий человек, который идет по правильному пути Стремится к истине и практикует ее То люди, которыми он руководит Будут нормальным образом есть и пить Божьи слова И нормальным образом стремиться к истине И в то же время они будут видеть жизненный опыт И личный рост самого лидера И это будет влиять на них Итак, каков правильный путь, по которому должен идти лидер? Это способность приводить людей к пониманию истины И к вхождению в истину А также приводить их к Богу Что такое неверный путь? Идти неверным путем Значит, стремиться к статусу, славе и выгоде Часто хвастаться и свидетельствовать о самом себе И никогда не свидетельствовать о Боге Какое влияние это оказывает на Божьих избранных? Они будут уходить от Бога И попадать под контроль этого лидера Приводя людей к себе Ты ведешь их к развращенному человеку Ведешь их к сатане, а не к Богу Ты только тогда приводишь людей к Богу Когда ведешь их к истине Лидеры и работники Каким бы путем они ни шли Верным или неверным Напрямую влияют на Божьих избранных Большинство Божьих избранных Когда они еще не понимают истину Следуют слепо Лидер может быть хорош И они последуют за ним Лидер может быть плох И они все равно станут за ним следовать Они его не различают Они идут туда, куда их ведут Кто бы ни был ведущим их лидером Поэтому жизненно необходимо Чтобы церкви выбирали своими лидерами Хороших людей То, каким путем идет каждый из верующих в Бога Напрямую связано с тем По какому пути идут их лидеры И может в той или иной степени Зависеть от этих лидеров и работников Начнем с беседы по этим двум направлениям О различных истинах Связанных с долгом лидеров и работников Поговорим, с одной стороны, о правильном пути А с другой, о неправильном О каком из них нам надо побеседовать сначала? О неправильном Почему вы его выбрали? Что лучше обсудить сначала? Правильный путь или неправильный? На самом деле, оба варианта верны Но эффект зависит от того Какой из них мы обсудим первым Если мы начнем с обсуждения неправильного пути В рамках его обсуждения Люди смогут узнать больше о правильном А также обнаружат Много пассивных и негативных вещей или знаний А это будет им полезно для самоназидания Они могут извлечь из этого что-то позитивное И если мы затем перейдем к обсуждению Правильного пути Люди смогут постичь позитивное Глубже и быстрее В своей основе Такой подход жизнеспособен И он приносит людям пользу Так что давайте начнем С обсуждения неправильного пути Приемы, которые антихристы используют Для подчинения людей Когда человека выбрали лидером Или работником И он приступил к исполнению своего долга Должен ли он придерживаться Определенной манеры поведения Кто-то спрашивает Какой такой манеры Должен ли он восходить на облака Или повелевать ветром и дождем Не то и не другое Хотя он и не должен восходить на облака Повелевать ветром и дождем И уж точно не должен кричать на каждом углу Поскольку он Развращенное человеческое существо С развращенным характером И сущностью сатаны В такие моменты Каждый чувствует в себе Необычайную силу У всех таких людей Высокие амбиции Они стремятся Добиться успеха в карьере Продемонстрировать свои навыки Произвести фурор И выложиться на полную катушку Не будем сейчас обсуждать Правильны или нет такие побуждения Когда кого-то выбирают лидером Или работником В глубине души Он испытывает очень сложные чувства Что я имею в виду под словом «сложные»? Некоторые считают Что стать лидером Совсем непросто И хотя они не уверены Что смогут хорошо справиться с работой И не знают Каким будет их дальнейший путь Их внутренняя природа такова Что они Очень рады Этой возможности Очень рады Принять эту почетную ответственность И тяжкое бремя Кроме того В глубине души Они немного самодовольны И думают Что им повезло В чем им По их мнению Повезло Они полагают Меня выбрали Из десятков других Значит Я выдающийся И очень способный Наверняка я лучше Обычных людей И обладаю И обладаю Лучшим разумением И большим Духовным пониманием Чем большинство Я верю в Бога Много лет Я полностью Посвятил себя Ему И приложил Множество усилий Факты Факты доказывают Что я обладаю Достаточной Квалификацией Чтобы играть В церкви Ведущую роль Наставляя людей На путь Вхождения В Божьи слова И понимание Истины Есть много тех Кто умнее Образованнее И красноречивее меня Так почему же Выбрали меня А не их Это показывает Что я способный И обладаю Хорошей человечностью Это Божья милость Таков их Внутренний монолог В конце К нему Добавлены слова Божья милость Но на самом деле Их истинные мысли И истинное понимание Заключены В первой части Сказанного Они думают Хотя я Не соревновался И не боролся За это Меня все равно Выбрали Что мне Теперь делать Я не могу Всех подвести Я должен Выложиться На полную Как же они Выкладываются На полную В первый же Рабочий день Они созывают Руководителей Всех групп На собрании Где ведут себя В определенной Манере И от них Исходит Определенная Энергия Что это За энергия Они действуют Быстро И решительно Оставляют За собою Последнее Слово И стремятся Взять Впечатляющий Старт Сначала Они стараются Показать Всем Какими Способностями Обладают А затем Пытаются Заставить Людей Различить Своего Предшественника И отречься От него Они говорят Сегодня Сможете Что уже Беседовали На эту Тему И различили Что предшественник Был Лжелидером И Антихристом Так что Больше Тут Разоблачать Нечего Но Но эти Новые Лидеры Не Согласны И Начинают Выкликать Людей И Вовлекать В Беседу То Как Беседуют Некоторые Им Не Нравится Поэтому Они Просят Одного Из Братьев И Сестер У Которого Были Самые Близкие Отношения С Бывшим Лидером Разоблачить И Разобрать Его Однако Услышав Как Ведет Беседу Этот Человек Новые Лидеры Думают У Него Нет Проницательности В отношении Моего Предшественника И Он От Него Не Отрекся Кажется Тот Все Еще Занимает Место В Сердце Этого Человека Так Не Пойдет Сегодня Я Должен Придумать Как Полностью Разоблачить Своего Предшественника После Этого Они Призывают Кого-то Кто Был В Самых Худших Отношениях С Предыдущим Лидером Встать И Разоблачить Его После Того Как Этот Человек Разоблачил Предыдущего Лидера Они Удовлетворены И Считают Что Этот Человек Достоин Взращивания Что Они Хотят Взрастить Они Хотят Взрастить Себе Сообщника Взрастить Свои Собственные Силы Вот Как Проходит Первое Собрание И Могут Ли Они После Этого Собрания Достичь Своей Цели Не До Конца И Не Так Быстро Что Замышляют Они В Своих Сердцах Нет Ничего Более Непостижимого Чем Человеческое Сердце И Нет Ничего Более Зловещего Я Должен Выяснить Что Каждый Думает О Моем Предшественнике И Четко Понимать Что Люди Думают О Мне Знают Ли Они О Моем Прошлом Знают Ли Они О Мне Все Подробности И В Конце Концов Показать Им Всем Что Со Мной Шутки Плохи Но Нужно Тщательно Выбирать Методы И Тактику Я Не Могу Изобличить Свои Намерения Я Должен Их Скрывать И Откуда Жи Берутся Все Эти Мысли Методы Работы И Мотивы Из Их Сатанинской Природы Есть Ли У Такие Проявления Методи становится предельно ясной. Они сразу же пытаются упрочить свой статус и завоевать сердца людей. Как только кто-то проявляет малейший намек на недовольство или неповиновение, это их раздражает. И хотя они не могут открыто исключать такого человека или подвергать его нападкам, в глубине души они чувствуют к нему неприязнь. Как это чувство неприязни проявляется у них? Они игнорируют этого человека. Игнорировать его – это молчаливое проявление. А какие же конкретные действия включает в себя неприязнь? Например, на собраниях они сажают тех, кто им нравится, перед собой, а тех, кто им не нравится, находят причины усадить в сторонке. Это нападение? Это начало их атаки. Они принимают меры, не так ли? Поступки более серьезны и жестоки, чем слова и мысли. Почему они более жестоки? Думать о чем-то, но не поступать так – это исходит от ума и мыслей. Но как только происходит действие, оно становится фактом. Когда оно становится поведением, то это уже не просто развращенный характер сатаны, а злой поступок. Будучи избранными лидерами, люди привносят в свою работу и в исполняемый ими долг собственные желания, стремления и идеалы. Но каково же общее проявление, которое есть у всех людей, обладающих сатанинским развращенным характером? Что их объединяет? Они стараются захватить власть и упрочить свой статус. Какими средствами они стараются захватить власть? Во-первых, они наблюдают, кто в группах пытается добиться их расположения и приблизиться к ним. Затем они активно сближаются с этими людьми и, используя лесть или оказывая мелкие благодеяния, создают тайные связи и заискивают перед ними, чтобы эти люди, те, с кем у них общие предпочтения, интересы, амбиции или одинаковая природа, стали их ярыми последователями и объединили с ними свои силы. Какую же цель они преследуют, добиваясь, чтобы эти люди объединили с ними свои силы? Упрочить свой статус и расширить сферу своего влияния. Когда они обретают власть, им недостаточно, чтобы за ними оставалось последнее слово. Они также хотят, чтобы больше людей следовало за ними, поддерживало их и выступало в их защиту, чтобы даже когда они говорят что-то не то, совершают плохие поступки или нападают на людей и ограничивают их свободу, все равно находились те, кто делает, как они скажут и одобряют их. Вот в чем их цель. И тогда, если однажды Вышнее обнаружит их проблемы и заменит их кем-то другим, все равно найдутся люди, которые сделают все возможное, чтобы вступиться за них, встать на их защиту и попытаться сберечь их репутацию. Что же за метод используют они для достижения такого результата? Завоевание людских сердец. Они используют метод завоевания людских сердец, чтобы упрочить свой статус и расширить сферу своего влияния. Это один из методов, с помощью которых антихристы захватывают власть. Если говорить о приемах, которые антихристы используют для укрепления своего статуса, то первый из них завоевание людских сердец, а второй нападки на несогласных и их исключения. Завоевание людских сердец означает, что они применяют метод завоевания людей к тем, кто перед ними заискивает, кто приближается к ним, кто доверяет им и кто следует за ними независимо от того, правы они или нет. Нападки на несогласных и исключения их означают, что антихристы считают врагами всех, кто понимает истину, и, следовательно, может различить их и сторониться, удержаться от того, чтобы за ними следовать. Эти люди для них словно кость в горле и бельмо на глазу. И прием, который антихристы используют против таких людей, это нападать на них и исключать их. Например, антихрист замечает, что каждый раз, когда он о чем-то беседует, люди очень воодушевлены, а некоторые ведут конспект или записывают его слова на диктофон. Есть только одна молодая сестра, которая никогда ничего не конспектирует и сама не высказывается. И вот он думает про себя. У нее есть со мной какая-то проблема? Или она считает, что я плохо беседую? Более того, каждый раз, когда я прихожу, другие люди приветствуют меня и приветливо кивают, наливают мне воды и предлагают присесть, но она никогда не обращалась со мной подобным образом. Похоже, она не собирается мне подчиняться, так что надо придумать способ и найти возможность преподать ей урок. Какую возможность я должен искать? Устрою так, чтобы она занималась чем-то, что наверняка у нее плохо получится, и это даст мне повод прочитать ей нотацию. Это мой лучший шанс заставить ее подчиниться мне. И вот он устраивает эту сестру на некую опасную работу. Он думает, «Я поручу ей пойти распространять Евангелие к одному старому религиозному пастору, который немного развратен и не принимает истину. Посмотрим, удастся ли ей обратить его. Если нет, то что она сможет сказать в свое оправдание? Если она не подчинится мне, я отошлю ее прочь». Затем он говорит ей, «На данный момент большинство братьев и сестер тобою очень восхищаются. Ты уже много лет веришь в Бога и понимаешь многие истины. Есть один религиозный пастор, который хорошо знает Библию, и именно ты лучше всего подходишь для того, чтобы отправиться к Нему распространять Евангелие. Когда сестра встречается с пастором, тот видит, что она молода и красива, она ему нравится, он даже позволяет себе кое-какие вольности в ее адрес. Вернувшись, сестра говорит, что больше не хочет ходить к Нему, на что Антихрист отвечает, «Церковь поручила тебе ходить к Нему и распространять Евангелие». Таков твой долг, ты должна это делать. Услышав это, сестре ничего не остается, кроме как подчиниться, и в результате после каждого такого визита она плачет. этот лидер способен на такие поступки, чтобы нападать на других и мстить им. Каков подобный человек? Он зол. Будь он сам женщиной, стал бы он ходить туда в подобной ситуации? Ни за что. Он бы избегал этого, как никто другой. Он смотрит, кто ему неприятен, к кому легко придраться, кто не подчиняется ему и не ищет его благосклонности, а затем находит возможность сплести против этих людей интригу и отомстить им. Скажите мне, если у кого-то дурные и злые намерения, разве не способен он совершить всевозможные ужасные вещи, так как же возникают эти дурные злые намерения? Одна из главных причин заключается в том, что природа сущность таких людей слишком дурна и злобна, а другая в том, что у них нет богобоязненного сердца. Когда кто-то не имеет богобоязненного сердца, нет ничего, что он не посмел бы сделать. Такие как он не просто причиняют другим вред, они даже могут осуждать и продавать Бога. Вредить людям для них проще простого. Сколько бы вреда они не причиняли другим людям, им наплевать. Они не испытывают сочувствия к окружающим и в своей основе очень злобны. Какую же цель преследовал Антихрист, когда толкал ту юную сестру к огненной яме? Он делал это не для того, чтобы распространять Евангелие и обретать людей, а просто чтобы помучить ее. Каких людей мучают Антихристы? Если кто-то послушен и повинуется им, будут ли они его мучить? Нет, не будут. Почему же та сестра подверглась такому обращению? Поскольку она не подчинялась ему, не добивалась его расположения, не делала, как он скажет, и не придавала ему большого значения, а наоборот, презирала его, он поступил с ней так, и в результате ей был причинен вред. Когда Антихристы причиняют людям подобный вред, как обычно реагируют те, кто мал духовным ростом и не понимает истины. Они думают про себя. Чиновники на местах имеют больше возможностей для контроля, чем высокое начальство. На данный момент мы подчинены этому человеку, а значит, должны всегда делать, как он скажет, и идти туда, куда он прикажет. Как ведут себя по отношению к нему другие люди, так же должны вести себя и мы. Нужно влиться в группу. Надо добиваться его расположения, так же, как добиваются другие люди, но только делать это лучше и внимательнее, чем другие. Только тогда этот лидер отстанет от нас. Услужить этому лидеру нелегко, с ним шутки плохи. И разве это не тот результат, которого хочет добиться антихрист? Таким образом, он достиг своей цели. Разве это не тот же самый прием, которым пользуется сатана, чтобы издеваться над людьми? Что это демонстрирует? То, что поступки этих лидеров олицетворяют сатану. Они стали проводниками и представителями сатаны. Они действуют от Его имени. Если исполнять свой долг таким образом, значит ли это исполнять его по-настоящему? Значит ли это служить Богу? Такие лидеры не могут называться лидерами, это злые люди и бесы. Стоит антихристам стать лидерами, первое, что они делают, это пытаются завоевать сердца людей, заставить людей верить им, доверять им и поддерживать их. Утвердив свой статус, они начинают вести себя ненормально. Чтобы защитить свой статус и власть, они начинают подвергать несогласных нападкам и исключать их. По отношению к несогласным, особенно к тем, кто стремится к истине, они идут на все, используя надежные, точные и безжалостные методы подавления и нападок, чтобы мучить их. Только уничтожив и очернив любого, кто угрожает их статусу, они чувствуют себя спокойно. Таков каждый антихрист. Какую цель они преследуют, используя эти многочисленные тактические приемы для завоевания и подавления людей? Их цель – получить власть, упрочить свой статус, ввести людей в заблуждение и подчинить себе. Что представляют собой их намерения и мотивы? Антихристы хотят основать свое собственное независимое царство, хотят противостоять Богу. Такая сущность еще более ужасна, чем развращенный характер. Амбиции и коварные планы сатаны уже всецело разоблачены. Проблема тут не только в проявлении развращенного характера. Например, если люди немного заносчивы и уверены в собственной правоте или иногда чуточку лживы и нечестны, это всего лишь проявление развращенного характера. А вот все действия антихристов направлены на то, чтобы завоевать сердца людей, подвергнуть нападкам и исключить несогласных, упрочить свое положение, захватить власть и подчинить себе людей. Какова природа этих действий? Практикуют ли антихристы истину? Помогают ли они Божьим избранным войти в Божьи слова и предстать перед Богом? Так что же они делают? Они соперничают с Богом за Его избранных, борются за сердца людей и пытаются установить свое собственное независимое царство. Кому должно быть место в сердцах людей? Богу. Но все, что делают антихристы, прямо противоположно этому. Они не позволяют Богу и истине занять место в сердцах людей. Вместо этого они хотят, чтобы место в сердцах людей занял человек, лидер, то есть они сами и сатана. Обнаружив, что они не занимают место в сердце какого-то человека, что он не относится к ним как к лидеру, антихристы крайне недовольны, и скорее всего попытаются его подавить и измучить. Все, что делают и говорят антихристы, вращается вокруг их статуса и репутации и призвано заставить людей восхищаться ими, завидовать им и поклоняться и даже заставить их бояться. Они хотят принудить Божьих избранных относиться к ним как к Богу, думая, в какой бы церкви я не находился, люди должны меня слушать, должны улавливать мои намеки. Кто бы не докладывал Вышнему о какой-либо проблеме, это должно делаться через меня. Людям разрешено подавать доклад только мне, а не напрямую Вышнему. Если кто-то скажет мне нет, я накажу его так, что при виде меня каждый будет чувствовать страх, трепет и дрожь в сердце. Более того, если я отдаю приказ или утверждаю что-то, все должны согласиться. Что бы я ни сказал, люди должны подчиниться. Они должны быть мне абсолютно послушными, подчиняться мне во всем, и я должен быть единственным, кто принимает решения. Именно таким тоном говорят антихристы, именно таков их голос, именно так антихристы пытаются властвовать над церквями. Если Божьи избранные делают, как они скажут, и повинуются им, то разве не становятся такие церкви царствами антихристов? Они говорят, обустройство работы, изданные Вышним, подлежат моей проверке, я должен нести ответственность за вас, я должен быть тем, кто анализирует правильное и неправильное, конечный итог должен определяться моим решением. Вы не обладаете достаточным духовным ростом, у вас нет достаточной квалификации. Я лидер церкви, и все зависит от меня. Разве люди, говорящие такие вещи, не ведут себя крайне напыщенно? В самом деле, они настолько заносчивы, что лишены всякого разума? Разве не пытаются они основать свое собственное независимое царство? Что за люди те, кто пытается создать свое собственное царство? Разве не являются они самыми настоящими антихристами? Разве не направлено все то, что говорят и делают антихристы на защиту их собственного статуса? Разве не пытаются они ввести людей в заблуждение и подчинить себе? Почему их называют антихристами? Что означает слово анти? Оно означает прямую противоположность и ненависть. Оно означает враждебность по отношению к Христу. враждебность по отношению к истине и враждебность по отношению к Богу. Что такое враждебность? Это значит стоять на противоположной стороне, относиться к тебе как к врагу, исполняясь великой и глубокой ненависти. Это значит быть в диаметральной оппозиции к тебе. Именно с таким умонастроением антихристы подходят к Богу. Как такие люди, ненавидящие Бога, относятся к истине? Способны ли они любить ее? Способны ли они ее принять? Конечно нет. Поэтому люди, встающие в оппозицию к Богу, это люди, ненавидящие истину. Первое, что проявляется в них, это отвращение к истине и ненависть к ней. Стоит им услышать истину или Божьи слова, как в их сердцах вспыхивает ненависть, и когда кто-нибудь читает им Божьи слова, на их лицах появляется выражение гнева и ярости, точно так же, как если Божьи слова читают демону, когда люди распространяют Евангелие. В своих сердцах люди, которым истина отвратительна и ненавистна, испытывают крайнее отвращение к Божьим словам и истине и сопротивляются им. Доходит даже до того, что они ненавидят любого, кто читает им Божьи слова или беседует с ними об истине и даже относятся к этому человеку как к врагу. Они испытывают крайнее отвращение к различным истинам и позитивным вещам. Есть ли у них хоть немного субъективного стремления и любви ко всем истинам, таким как покорность Богу, преданное исполнение своего долга, честность, поиск истины во всем и так далее? Нет, ни капли. Поэтому, с учетом таковой их природы сущности, они уже пребывают в прямом противостоянии по отношению к Богу и истине. Несомненно, что такие люди в глубине души не любят ни истину, ни что-либо позитивное. В глубине души они даже питают к истине отвращение и ненависть. Например, люди, занимающие руководящие должности, должны быть в состоянии принимать различные мнения своих братьев и сестер, быть в состоянии открываться и обнажаться перед братьями и сестрами, быть в состоянии принимать их упреки и не должны утверждать свой статус. Что бы сказал Антихрист обо всех этих правильных способах практики? Он сказал бы, если бы я выслушивал мнения братьев и сестер, оставался бы я руководителем, имел бы по-прежнему статус и авторитет? Если у меня нет авторитета, тогда какая работа будет мне по силам? Именно таким характером обладает Антихрист. Он не принимает истину даже в самом мизерном отношении, и чем правильнее тот или иной путь практики, тем больше он противится ему. Он не принимает того, что действовать согласно принципу значит практиковать истину. Как, по его мнению, следует практиковать истину? Он считает, что должен применять ко всем заговоры, уловки и насилие, а не полагаться на Божьи слова, истину и любовь. Все его средства и способы нечестивы. Все это полностью отражает природу сущность антихристов. Мотивы, мнения, взгляды и намерения, которые они часто проявляют, все это характер, полный отвращения и ненависти к истине, который и является природой сущностью антихристов. Что же тогда значит пребывать в противостоянии по отношению к истине и Богу? Это значит ненавидеть истину и все позитивное. Например, когда кто-то говорит, будучи сотворенным существом, человек должен исполнять долг сотворенного существа. Что бы ни сказал Бог, люди должны этому покориться, ибо мы сотворенные существа, то как мыслит антихрист? Покориться? С тем, что я сотворенное существо, не поспоришь, но когда дело доходит до покорности, тут все зависит от ситуации. В первую очередь, в этом должна быть какая-то польза для меня. я не могу оказаться в невыгодном положении, мои интересы должны быть на первом месте. Если за это можно получить награду или великое благословение, тогда я могу покориться, но без награды и без места назначения зачем мне это делать? Я не могу быть покорным. Такое отношение это неприятие истины. Их покорность Богу условна, и если их условия не выполняются, они не только не покорятся, но и могут ополчиться против Бога и воспротивиться Ему. Например, Бог просит людей быть честными, а эти антихристы считают, что быть честными стараются только глупцы, а умные люди не стараются. В чем сущность такого отношения? В ненависти к истине. Такова сущность антихристов, и их сущность определяет то, каким путем они идут, а путь, которым они идут, определяет все, что они делают. Имея природу сущность ненависти к истине и Богу, что за поступки склонны совершать антихристы? Они склонны пытаться завоевать людские сердца, подвергать несогласных нападкам и исключать их, мучить людей. Их цель при этом заполучить власть, подчинить себе Божьих избранных и установить свое собственное независимое царство. В этом нет никаких сомнений. Любой, кто, приобретя статус, не способен к абсолютной покорности Богу и не может следовать за ним или стремиться к истине, является антихристом. КОНЕЦ